Это «Акценты дня». Говорить долго и сложно я не умею, поэтому буду краток и максимально понятен. Тема передачи сегодня – рак. Сразу поясню, речь идет не о представителе членистоногих, а об онкологическом заболевании. Поэтому от меня больше никаких шуток, только информация. А от вас – повышенная внимательность и серьезность. Начнем со статистики. Ежегодно от разных видов онкологии в мире умирает до 10 миллионов человек. В нашей стране жертвами болезни становится около 300 тысяч. Ни для кого не секрет, что лечение рака требует не только много времени и терпения от пациентов, но и дорогостоящего современного оборудования в поликлиниках. И если с первым так или иначе люди могут справиться самостоятельно, то второе… На втором я предлагаю остановиться и поговорить более подробно. Почти 800 миллионов рублей – это сумма, на которую в 2020 году Оренбургская область закупила медицинское оборудование для лечения и диагностики рака. Всего больше сотни аппаратов. От небольших анализаторов до высокотехнологичных линейных ускорителей и компьютерных томографов. КТ и облучатели врачи называют тяжелым оборудованием. Это именно та техника, которая может спасти и спасает жизни. Тот уровень, на который мы сейчас вышли по оснащению и по методикам, по объему оказываемой помощи, мы ничем не отличаемся, например, из Израиля, Германии или Америки. При лечении онкологии одна из главных задач – быстрая и своевременная диагностика заболевания. Это Оксана Ананьева. У нее рак яичника. О своем диагнозе девушка узнала всего три месяца назад. Несмотря на шок, она сразу решила действовать и обратилась в Оренбургский онкологический диспансер. Полная ревизия организма прошла с кратчайшие сроки. Обследование крови, были определены онкомаркеры, биохимический анализ, общий анализ, проведено УЗИ. Была сделана гастроскопия, колоноскопия, то есть полный спектр обследований, чтобы определить дальнейшую тактику моего лечения. Точные данные – это то, без чего лечение вообще не начинается. Чтобы получить их, нужен современный компьютерный томограф. Например, вот такой. Качество исследования, по словам медиков, в два раза выше, чем на старых моделях. Достигается это с помощью специального устройства. Сейчас объясню как. Тело пациента сканируется 3D-модулем и виртуально разделяется на 32 секции. Таким образом можно точно определить размеры опухоли. То есть пострадавший орган делится на два контура – здоровые ткани, они зеленые, и злокачественные, они на графике красные. Как я говорил выше, при лечении и диагностике рака важно не только качество, но и скорость исследования. Так вот, это еще один плюс современного оборудования. 300 обследований за первые две недели – это рекорд области. Так быстро не работает ни один аппарат КТ в регионе. Почти в три раза больше, чем старые образцы. А всего в год это число исследований достигнет 20 тысяч. Лечение злокачественных опухолей – это еще более сложная процедура. Она проходит с помощью вот такой установки. Это линейный ускоритель. Его стоимость превышает 160 миллионов рублей. Во время облучения пациент жестко фиксируется на лежаке, а головная часть аппарата вращается на 360 градусов и точно направляет радиотерапевтический пучок, минуя здоровые ткани. Для сравнения покажу, как работали старые облучатели. Представим, что это наш пациент. Раком у него будет поражена часть легкого. Опухоль мы отметили красным цветом. Работа обычного линейного ускорителя выглядит примерно вот так. Излучением поражены не только сама опухоль, но и здоровые ткани легкого и даже соседние органы. Никуда не годится. Это мы уберем. Новый же линейный ускоритель способен максимально точно направить поток облучающих частиц. Выглядит это примерно вот так. Разница конкретно в том состоит, что на опухоль дается большая доза, то есть та, которую необходимо получить опухоли, и резкое падение ее происходит в области здоровых органов и тканей. К слову, в 2021 году на борьбу с раком вновь выделяются серьезные деньги. На закупку нового оборудования потратят 273 миллиона рублей, а оснащенность онкологических центров региона станет больше на 72 современных аппарата. Ну и в завершении последний штрих. Лечение онкологических заболеваний входит в полис обязательного медицинского страхования, а значит, оно бесплатно для пациента. Поэтому если вам или вашим близким нужна помощь, не теряйте времени и сразу действуйте. Рак можно и нужно лечить. Это были акценты дня. Говорить долго и сложно я не умею, поэтому старался быть краток и максимально понятен. С вами был Вячеслав Кампе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!